Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпиатом или же Александр, и давненько мы с вами не общались с милыми существами-палами в игре под названием Палворлд. Да, я несколько дней отсутствовал, друзья, приношу свои извинения, но вот уже снова я тут, и мы продолжаем. Мы сегодня отправимся на запретный остров, но сперва нам было бы неплохо построить новое оружие, которое нам очень пригодится, и это... Где она? Где она? Где она? Вот она! Штурмовая винтовка. Перед роликом я подготовился, накрафтил довольно много патронов для этой винтовки, но саму винтовку не делал, чтобы сделать это вместе с вами. Плюс я накрафтил очень много легендарных сфер, целых 45 штук. Я думаю, для охоты нам этого будет достаточно. Анубис, ты ничего не делаешь? Давай-ка мы сделаем вот эту штуку. Полимер у нас есть, углеродное волокно тоже, осталось только скрафтить. Ну и, друзья, если вам понравится этот видос, или вы хотели бы видеть больше роликов по Палворлду, вы можете поставить сюда лайк, и это будет приятно, это будет полезно, и вообще это просто классно, друзья. Спасибо вам. Ну а мы сейчас доделаем винтовку, поспим. Но сперва хотелось бы ее потестить. Насколько она вообще крутая, и какой у нее будет урон, пока не... Пока неизвестно. Что у меня с персонажем стало? Так, вот она, автоматическая винтовка. Сколько у нас патронов? Не видно. 453. Заряд у нас 20 патронов. Ну, поехали. Ого. А, ну да, ворота, как всегда, глючат, и как бы их надо открыть. Но сперва надо залезть наверх. Э, стоп, а как их открыть? Что за ерунда, чувак? Это из-за тебя все. Давай-ка иди куда-нибудь в другое место, я пытаюсь через ворота пройти. О, закрыть, открыть. Чики-пи, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха. Там. Можно делать одиночные выстрелы, а можно зажать и стрелять быстро. Анубис, ты куда полетел? Не бей куриц несчастных. Давай-ка на место. Давай-ка, Анубис, на место. Мы сейчас поспим, и пойдем с тобой в другое место. Это будет запретный остров, наверное, третий или четвертый. Я не знаю, какой располагается тут, но какой-то должен располагаться. Хотелось бы, конечно, Астегон. Кто такой Астегон? С боссом Астегоном? А давайте к боссу Астегону сперва сгоняем, а потом уже посмотрим. Так, надо спать. Надо спать. Ложимся спать, друзья. Все приготовления завершены. Надо только поспать. Я даже бутерброды вон взял с вареньем. Ммм. Вкус детства, еще чайкубы, и вообще просто мечта. Спать. Хотя я варенье не то, чтобы сильно любил в детстве. Не знаю, почему джем мне нравился больше. Он не такой сладкий. А варенье приторно-сладкое часто бывает. Так, Анубиса брать мы с собой не будем, потому что зачем пока нам Анубис? Мы возьмем Блазамута, потестим, как он покажет себя в бою. Конечно же, наши транспортные палы. И, пожалуй, я бы хотел, знаете, кого взять? Я бы хотел взять Виксен 43 уровня. Давайте поступим так. Ага. К тому же, Анубис это у нас не прокаченные. Да, у него неплохие характеристики, но у нас есть Виксен, которая показала себя отлично в бою и вообще. Ладушкин, получается, сюда. Оттуда мы полетим туда и будем посмотреть. Наверное, это будет новый летающий пал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И срочно-срочно переодеваемся. Новый летающий пал. Он где-то наверху тусуется. И летать он должен быстро. Ну, потому что это будет пал-босс. Так, нам, получается, нужно... Нужно наверх лететь. Вон туда. Я думаю, что где-то там башня. Окей, мы в башню заглянем. Проблема только в том, что у меня выносливости, как всегда, нет. Ее мало. Нам бы какого-то пала найти, который смог бы долго-долго летать. Вот это было бы здоровски. Лучше райберда мы пока никого не находили. Я еще постоянно хочу использовать... Нет, долетит. Не долетит. Постоянно хочу использовать рывок. А, как бы... А, че ткани хватило 2 миллиметра? Ну, как же так, а? Райберт. Ну, мог бы, а? Мог бы второе дыхание открыть и долететь уже. Ну, елы-палы. Я тебя так люблю, но ты такой... устающий. Тебе нужно... дыхалку разрабатывать и вообще выносливость увеличивать. Как это сделать? Непонятно. С помощью... С помощью прокачек. Можно ли выносливость увеличить, а? С помощью душ палов? Наверное, можно. Я никогда этого не делал. Там урон, хп я точно помню, и, наверное, выносливость. А еще, друзья, я задавался вопросом, почему такой маленький шанс поимки палов? И вы сказали, ну, прокачай, прокачай шанс. Я прокачиваю все эти артефакты, которые мы находим, я пускаю на прокачку. Там прокачка уже довольно серьезная. Шестого, по-моему, уровня. Но все равно, крутые палы там имеют пару процентов шанс. Несмотря на новые сферы и вообще на новые штуки. Так, слушай, а как бы мне взлететь-то туда? Я вообще не уверен, что мы сможем добраться. Там я не смогу посидеть. Восполнить силы, а? Как думаете? Так, вот сюда бы. Вот здесь я, наверное, смогу отсидеться. Садись. Да, ура. И вот он, Астегон. Но он не в башне будет. Это два разных босса. Просто они поблизости. И в башню тогда мы тоже заглянем, посмотрим, кто же из боссов будет там. У нас есть... А, нет! Жара! Жара, жара, жара! Райберт, не умирай! Райберт, пожалуйста, если ты умрешь, то все, это конец. Не умирай, Райберт. Давай тут посидим. Вот так. Ух, не гори, бедняжка, не гори. Нам получается... Там босс, Астегон. Ну, если я смотрю туда, получается там. Где же его найти? Тоже пещера, что ли, будет? Хотя он летающий, и поэтому... Ну, наверное, я не знаю. Там у нас еще и обелиск есть для телепорта. Вот он прямо там. Ну, хорошо, давайте тогда первым делом в башню заглянем. Хотя босс там будет дико сложный, скорее всего. Поэтому нам придется избавиться, пожалуй, от транспортных палов и взять с собой исключительно боевых. Я думаю так, да. Потому что в ледяном биоме босс был, правда, очень сложный и вообще. Так, давай назад, Райберт. Пойдем, телепортируемся тогда на базу. У нас водных, как всегда, нет. Боевых. Единственное, у кого там есть водяной скилл, это наша Виксон. Хотя... По уровню. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Можешь взять Инсинерама с собой. Менастига можно взять, как танка. Почему бы и нет? Можно Вердаша взять, но он против огня будет неэффективен. Он травяной. Земляной, травяной тоже. Вот кого-то из этих ребят нужно брать. Вот если бы у Сибеликса была водяная атака, или у Криолинкса, было бы здоровски. Ну ладно, ладно, возьмем Инсинерама, хорошо. И возьмем Мистинга, Министига, вместо Плотвы. Вот так. А? Хотя Райберт он драться может. И Плотва в целом могла бы драться. Эрмург, ну, возможно, тоже сможет. Ладно. Ладно, друзья, дни сюда. Вот, смотрите, усилить способности. Видите, оно прокачано неплохо. Просто нужно вот этих штук много. А я их что-то не особо могу найти. Усиление пала. Скорость работы, защита, атака, да. Я хотел прокачать ей атаку, прокачал в итоге очки здоровья. Давайте атаку прокачаем маленько. Ну, почему бы и нет? Вот так. У меня душ пала этих вообще. Просто с ума сойти сколько. Так, атака, атака, атака. Защита, наверное, тоже понадобится. Пару раз можно прокачать. Давайте. Наша прекрасная боевая виксен становится сильнее. Если не ее прокачивать, то кого? Кстати, скорость работы, она одному из анубисов тоже можно было бы прокачать. Ну, чтобы он работал. Много, быстро и классно. Они же у нас главные сотрудники, но у них дебаф есть все равно. Че, не туда? Куда? Не туда? А, вот сюда перебутал. Вот сюда же нам. Так. Ну че, кто там у нас обитает в башне? Даже не представляю. Опа, вот эти штуки нам нужны. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Статуи пала. Башня Братства Вечного Пламени. Вызываем босса и начинаем битву. Участники. Один. Я. Санек. Ну, чел. А где твой пал большой? Ты чел, я тоже чел в целом-то. Мы с тобой челы, может быть, не надо драться? Че это за танцульки? Пала, вызывай сюда своего, покажи. Кто там будет? Ого. Ого-го-го-го-го-го-го-го. Какой-то прямо электромега жесткий тип. Аксель и орсерк. Он полуакула, полу пикачу какой-то. 130 тысяч хп. Ой. Страшно, вырубай. Так. Ладно. Он дракон, получается. Электричество. А кто против драконов? По-моему, как раз таки... Что это? Против драконов, похоже, как раз таки тьма. По-моему, эффективно. Нет разве? У нас есть вот такой парень. Ой. Давай-ка, шар ему. Ну, как бы дымажим. Когтистый удар тьмы. Вот туда. Ой, ой, ой. Пока стоял, делал этот удар, меня полили кислотой. Она еще и за мной гоняется. Ну, расход, конечно, пуль. У такого оружия будет капец просто какой жесткий. Ну, если по голове стрелять, в целом нормально получается. О, 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 это что было? Так я не выживу, все. Походу я не готов пока к нему. Так, давай-ка мы вызовем... Нет, 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 нет. А что это было за атакой? Я не увидел ее, как она делается. Ну-ка, Виксон. Мне бы хп восстановить и щит хотя бы. А, ну да, да, да. Да, это... И бегай, и смотри, даже не дерется за меня, просто ходит. Нет, этот парень жесткий. Это 100% он очень жесткий. Возможно, я пока не готов пока к такому, да. Угу. Похоже, пока к такой ситуации я не готов. Слишком уж как-то люто, жестко, неприятно. Так. Не, ну он вообще больно бьет. Он мне со мной атаки просто меня убил полностью. Почти. Надо бы забрать вещи свои. Ну-у-у, я не знаю, надо, наверное, получше одеться. Я считаю. Так. Получше одеться. Возможно, сделать оружие получше. Патроны на него я все расходую, если буду драться. Так, да. Тогда мы поступим, друзья, вот как с вами. Мы сейчас возьмем наших палов. Пойдем поохотимся вот на этого. Остегона. И настолько злая была битва напряженная, что я даже облазамут это не использовал. Даже забыл про него, если честно. Ну, ничего. Сейчас мы точно его используем при битве вот с этим воздушным. Хотя, как, если получается он воздушный? Ладно, прямо вон туда, где-то за скалой он должен быть. Не, ну лютый, 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 чувак. Нужно уровень повыше. И броню получше сделать, но для этого нужен уровень. Броня у нас вон. Такая вот следующая. Или вот такая пола неумная броня. Пола неумный шлем. Кучу ресурсов требует, но, в принципе, возможно все это скрафтить. Надо будет еще покачаться. Малыш, 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 малыш. Ой, ну это, по-моему, я перестарался. Можно даже взять какую-то, наверное, гигасферу. И поймать его, почему бы и нет? Давай, ловись, ловись. Поймался. 9 тысяч опыта, друзья. Этого очень мало, этого очень мало. Так, туда на огорода. Тут уже придется полетать. Прости, платва. Называем птица нашего. Птиц, лови меня. Полетели. Только не говорите, что вход к нему через пещеру. Ну, пожалуйста, игра. Разработчики, не говорите. Я хочу его прямо вот тут вот где-то на горе найти и драться с ним. Потому что пещеру, пока найдешь, с ума можно сойти. Ну, похоже, он в пещере. Так. Ну, грубо говоря... А, мы еще не долетели до него. Грубо говоря, он должен быть где-то вон там. Вот где-то тут. Но так как я не вижу никакой площадки для битвы с ним, то, скорее всего, либо он вот тут где-то тусуется, либо и правда придется искать пещеру. Ну... Ну да, он в пещере. Где вход? Хотя бы с какой стороны? Слева, справа, снизу, сверху. Непонятно. Нашелся, друзья, какой-то вход. И он был ни сверху, ни справа, ни слева. Он был вообще внизу. Ну, ладно. Ладно. Вроде бы это необычная пещера. Правда, здесь у нас какое-то... Что это? А ну-ка, Райберт, давай перелетим с тобой. Ага. Вот такой. Прямо лесенка. Ну, погнали. Странно, что летающий пал у нас будет жить под землей. Это прямо удивляет. Может, он не летающий вовсе? Просто у него морда такая, будто бы он какой-то орел или что-то в этом духе. Ну, поглядим. Так, перезарядимся. Может быть, мне взять мою классику, а винтовку? Потому что как-то... Как-то я не знаю. Вроде бы и... Да, вроде бы и круто, что она очередями стреляет, но... Расход боеприпасов слишком дико мощно большой, жестко. Мне это не нравится. Опа. Это может быть, кстати, очень хорошее яичко. Раз оно так глубоко под землей спрятано. Опа. Он летит. Ну, он летающий. Три с половиной тысячи хп. А ну-ка, Блазамуточ. А я выбираю тебя. Посмотрим. Погнали. Ой, где урон? По урону, кстати, Блазамут. Вообще хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за жесть? Кругом лава. Кругом огонь. Это Блазамут, кстати, использует. Начинает поливать ее. Остегона этого. Это он, наверное, да? Огнем тьмы. Эпа-па-па. Это страшно. Страшно. Э-э-э-э. Бежать, бежать, бежать. А куда бежать? Сундук. Потом заберем его. Огнем. Не надо в меня плеваться, братан. Ладно, возьму штурмовую винтовку. По шесть урона. Ну-ну-да. Да. Урона меньше, чем по большому боссу. Да, у него, конечно, хп. В сколько? В сорок раз меньше, но... Урона нет вообще. Капец. Снаряжение повреждено. Да и я поврежден. Так, давайте тогда возьмем... Кого взять? Виксон, давай ты. Ты хорошая девочка моя. Бежать, 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 бежать. И даже с тобой урон практически не наносится по нему. То есть мы тут бесполезные. Получается так. Ну, черт возьми. Этот Астегон прям мощный и живучий. Он даже мощнее, чем Блазамут. Блазамуту мы побольше урона наносили. А уровень у нас был поменьше. Сорок четвертый тогда, по-моему, был. О, вот этот лазер, это вообще имба. Тут главное не перестараться. Не подходи, пожалуйста. Не надо вот этих своих жестких штук. Тут еще пространства-то толком нет. Не развернуться. Давай, Виксен, мочи его, мочи его, Виксен. А он у нас дракон тьмы. Вообще не огонь. Я ожидал в огненной локации видеть именно огненных палов. Да, это было бы логично. Но я был не прав. Так, Виксен, сделай ему еще одну атаку, наверное. Давай-ка, Виксен, на родину. К нам. Дальше мы сами как-то. 4% вдруг повезет. Давай. Давай. Сюда. 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 Сюда, Стигон. Дитя бездны. Воплощение неистовства. Перед лицом этого зверя не смей стоять. Голосу этого зверя не смей внимать. Мощные. Я голоден? У меня же бутерброды были. А, вот они. Так, что у нас в фундуке? Амулет атаки плюс один. Увеличивающий силу атаки. Скорость работы. Сокращается получение урона. Чистый кварц выпал. Неплохо. Так, давай тогда амулет атаки возьмем. Побольше урона. Это хорошо. И наверное имеет смысл мочить этих боссов, чтобы выбивать из них вот такие, как раз таки, аксессуары. Которые позволили бы нам стать сильнее. Жаль, не пишется на сколько. Повышение атаки уровень 2. А, смотрите. У нас атака 110. Я ее прокачивал. Стандартная 100. Короче, дает 11 атаки. Это, видимо, базовая атака. Плюс 10% урона. Ну, такое себе. Ну, знаете, все равно как бы на халяву почему бы и нет. И 10% урона тоже приятно. На самом-то деле. Не так уж это и плохо. Не так уж это и плохо. Тогда... Тогда кто против драконов вообще эффективен? Руководство по выживанию где? Против драконов у нас эффективен лед. Да, лед. А я думал тьма. А оно, видите, наоборот. Короче, лед. А у нас есть ледяные палы. Плюс, возможно, имеет смысл тогда погнать в ледяную локацию. Как раз мы найдем новый запретный остров. И поймаем кого-то из ледяных. Чтобы потом пойти... И подраться вот с этим. Да! Значит, отправляемся сейчас в ледяную локацию. Но сперва надо добраться до дома. А в ледяной локацию... Ой, не через лаву. Я там утону. Помру. А я бы не хотел. Где мой Райбёрд? Полетели. Так, где-то тут у нас должен быть обелиск. Я помню. Я от него телепортируюсь обычно, чтобы серу пособирать здесь. Вон там точнее. Сейчас упаду в лаву. Супер-мега круто. Придется спрыгнуть. Райбёрд, прости! Прости, Райбёрд. Выживешь? Выживешь. Давай-ка назад. А я к обелиску. И после обелиска... Да, в ледяную локацию, друзья. Она у нас совсем не исследована. А там должны быть ледяные боссы. А ледяные боссы... И это то, что нам нужно, чтобы победить вот этого Остегона. Не Остегона, а вот этого чела в башне. Лютый, лютый. Мощный, сильный. Больно бьёт. Страшно. Очень страшно. Но сперва отремонтируем вещи. Наверное. Поспим. И после этого уже в ледяную локацию. Ну, конечно, оно сломано. А ещё бы оно не было сломано. Это ремонтировать пока смысла нет. Остальные вещи тоже. Значит, соспать. И давайте возьмём Остегона с собой. А слушайте. Технологии. Седло для Остегона. Оно доступно нам? Похоже, что пока нет. А есть ли для него седло вообще или нет? Надо посмотреть. Так. Он у нас где-то должен быть... Лютый, дядька. Лютый. Вместо Виксон пока возьмём его. Так. Мои палы. Седло для Пала Остегон. Ручная работа. Добыча ископаемых четвёртого уровня. Ого. 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 А седло где делается? Чё-то я его не вижу тогда. А-а-а. Сорок седьмой уровень. Понятно. Сорок седьмой уровень. Ясно. Ясно. Не скоро. Это седло будет не скоро. Надо, кстати, ракетницу сделать для Паулазавруса. Сорок седьмой уровень, друзья. У нас сейчас просто вообще жесть. Сколько надо ещё? Половина только левела. Э-э-э. Ёлы-палы. Как же долго левел здесь качается? Это просто невыносимо. Зачем делать так тяжело прокачку? Какой-нибудь ММО-РПГ и то быстрее уровень прокачивается, чем здесь. Это вообще капец. Так. Ну что, тогда получается сюда. Остегона мы взяли с собой вместо Виксена. Виксен, прости. Надо затестить Остегона. Холод. Ну это понятно. Нам получается не туда. Нам получается вон туда в горы. Там ещё одна башня. Хочу ли я в эту башню пойти? Наверное, пока нет. Наверное, пока страшно и боязно. Пещера. Слушайте, а может в пещеру загнать себя? А? А чё бы и нет? Пом. А чё бы нам и не исследовать пещеру? Какого она левела? Босс 45 уровня. А погнали. Вдруг выпадут какие-то полезности? Именно вот, типа, амулет какой-то или что-то в этом духе. Ой, она светлая. Здесь у нас тамбат 38. Ну, знаете. Здрасте, тамбатик. А у меня тут новое оружие. А чё, если я поймаю тебя? Получу опыта. Ого! Рептира Крист. Такого у нас нет. Вомбаточ поймался? Так. Ух ты. Ого! Такой нам нужен против как раз таки того, да, босса. Ну, нормальная винтовка, знаете ли. Не так уж и мало у неё урона. Ну, давай. Не так уж и мало у неё урона. Если делать одиночные выстрелы, можно быстро снижать полоску. Подстраивать её под поимку. Давай! Давай! Вот так! Отлично. Уже не зря. Уже одного поймали. 45 уровня. Вообще неплохо. Плюс три морозных органа. Больше ничего тут нет. Ну, ползём. Да, мы его и так добываем. Погоди, а где проход? Это чё, и был босс, что ли? Погоди, это ж не может быть правдой. Кварц нам нужен? А давай кварца немного добудем. Где моя кирка? Я так подумал, пока мы всё равно здесь, и халявный кварц. Он там как раз мне для чего-то вроде нужен будет ещё, для микросхем. А микросхемы для чего-то нужны. А вот и проход дальше. Надеюсь, босса не придётся долго искать. Есть три пути. Какой путь выбрать? А давайте мы просто сразу к боссу побежим. С обычных чуваков тут ничего особо цельного, целого... Нужного, ценного не падает. Я уж вон заговариваться начал. Сундук вот я возьму. Террасфера, гигасфера. Прикольно. Всё, вроде больше ничего. Значит, другой проход наш. Хотя Сибелекса, может быть, и поймать. Привет, Сибелекс. Он даже не реагирует никак. Ну и не реагирует, ну и не реагирует. А мы его себе заберём тогда. Чуть. И наш. Так, чудесно. Так, да. У нас только второй Сибелекс. Ну да, был один босс, а один обычный. Босс там, скорее всего. Ура... Да, босс тут. Это у нас элфедран 42-го уровня. А было написано 45-го. Эта подстава, меня обманули. Так, хорошо. Ну, Астегон. Ты храбро дрался против меня? Жесть, он же просто красавец. Насколько храбро! Ты будешь сражаться за меня. Давай. Вот этот лазер, это просто нечто. Хотя урона могло бы быть и побольше. Пум. Мне очень нравятся его атаки. А, элфедран тоже дракон. Вот почему такая ситуация. И ледяных у нас нет. Ну, он как будто побольше урона наносит по нашему Астегону, чем наш Астегон. Пламя так вообще практически не дымажит его. Ну, хорошо. А если Блазамута? Жаль, прервал атаку мощную. Моя ошибка. Давай, Блазамутик. Ну, уже получше, уже получше. Не намного, но получше. Жаль, Блазамут руками не бьет. У него руки такие каменные. Мне кажется, он нормально мог бы отвешивать, да? Руками чисто. Бэм, бэм. С левой, с правой. Бэм. В бороду. Хорошо было бы. Ух ты. Не, Блазамут тут, конечно, поэффективнее. Против дракона все-таки. Давай, давай. Вот так, молочинка. Ну, гоняется. Ну, гоняется. Я знаю, когда за мной гонятся, они хотят эту волну сделать. А я патроны не трачу, экономлю. Пора экономить патроны. Вот эта атака классная, массивная. Так, ну пора его, наверное, да, чтобы... Жесть. Что это за... С ума сошел? Он как будто, знаете, в ярости начал огнем плеваться в небо. Сейчас бы не сгореть ему. Элфидан, ты ведь не сгоришь? Ты не сгоришь. 25 тысяч опыта за босса. Вообще отлично. Качественное масло пало. Детали древней цивилизации. Все это нам нужно. Ну, а тут у нас плот мастерства, огненное дыхание, алмаз. Плот мастерства дракона и драконий взрыв. А нет, случайно, фигурки пала? Нет. Она так нужна нам. Но ее тут нет. Ну, я ее не вижу. Там прохода тоже нет. Ладно, тогда выбираемся из пещеры. И пойдем дальше исследовать локацию. По дороге, может быть, фигурки палов насобираем. Хотя бы еще одну прокачку сделать. Они, зараза, редко встречаются. А для прокачки их много нужно. Ну, что, Райбердыч. Давай! Твой выход. Как в старые добрые. Повези меня наверх. Где там башня была? Я отсюда ее не вижу. Где-то наверху? А вон она. Нет, 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 нет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Лети лучше. Нам с тобой еще в целую гору подниматься. Ну, конечно, как всегда, мне не хватит двух миллиметров, чтобы долететь. Я упаду сейчас. Ну, как всегда. Это просто как всегда. Как всегда. Летишь, думаешь, ну, сейчас вот давай чуть-чуть. И не хватает чуть-чуть. Так, будем потихоньку зигзагами забираться. Потому что там посидеть негде было бы. Давай. Там и яичко у нас заодно. Я бы удивился, если бы и тут я не долетел. Точнее, не удивился бы. Я просто расстроился бы дико. Но и удивился. Давай, вперед. Серебряный пик. Обычно фигурки палов видно издалека. Но тут я не вижу ни одной буквально. Опа, а кто это у нас? Мау Крист. Мне показалось, что этот камень двигался. Он двигается, друзья. Если поворачивать камеру, смотрите, он движется. Смотрите. Оп. Занятно. Это, видимо, от перспективы зависит. Мау Крист, не буду я тебя ловить. Гуляй пока. По этим заснеженным скалам. Ты заслужил это. И отсюда я ни одной фигурки не вижу. Но их ночью обычно хорошо видно. Поэтому лучший момент для поиска этих фигурок это ночь. Ну все, капец. Негде посидеть. Вот здесь только разве что. Давай. Ну все, отдыхаем. И дальше наверх. Смотрите, как высоко мы забрались. Весь мир видно отсюда. Буквально. А вон там мы были на том острове? А, это вот тут вот Дума, да, был? На этом острове, наверное. Блин, красиво. Гигантский мир. Просто огромный. В той башне мы были и победили босса. Продолжаем подниматься наверх. Ну смотрите, моя любимая. Ой. Нет, не хватило. Ха-ха-ха. Блин. Ну ладно, хоть не соскользнул. Ну вот тут вот, ну вы ж видели, да, как опять это произошло. Что за напасть-то такая? Че за подставы вечные? Непонятно. О, на вершине должно быть супер какое-то крутое яйцо. Потому что до него добраться дико сложно. Я уже взлетаю на эту гору. Но уже довольно долго. Давай. Че за... Че же за яйцо там? А вон еще целый остров. Но он пока заблокирован, друзья. Попасть туда, мне говорили, пока нельзя. А там фигурка пала. И... Обелиск. Круто. Прямо на вершине. Бери яйцо. Можно сделать так. Там еще один обелиск. Ну, придется, наверное, спускаться, да? Вот так. Тихо. Райберт. Жаль, ты не можешь меня ловить в воздухе. Было бы прикольно, правда? Ну, пока этот обелиск, наверное, активировать я не смогу. Наверное. А нет, можно. Так. Ха-ха! Вы открыли быстрое перемещение. Но башня заблокирована. Итак. Итак. Вон запретный остров, друзья. Еще один. А я думал, он должен быть где-то тут. Я, получается, ошибся. Ну, я думал, будет один тут, а один там. Получается. Это было бы... Лилин Нокт. Надо ли с ней подраться? Я думаю, да, она ледяная. Так. Но я думал, правда, что один будет где-то вот тут, а второй где-то там. А видите, как вышло? Тогда, 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 друзья мои, тогда. Ну, погнали, с Лилин Нокт. Подеремся. Почему бы и нет? Ух ты. Не туда. Но это... Ёлы-палы. Я забирался так высоко. Теперь спускаться. Ну, ладно. Телепорт-то никуда не делся от меня. Там еще яйцо. А ну-ка. Нам оно нужно. Нам оно нужно. Бери. Это, получается, вон там где-то. Ну, она стопудово тоже под землей будет, да? Пожалуйста, не говорите, что под землей. Люблю падать с такой высоты, потом резко вырубать... Дельтаплан свой. Дельтаплан свой. Здорово получается. Опа. Так, ну тут уже, наверное, нужно передохнуть. А то выносливости совсем нет. Тормози. Ой! Фух. Чуть не убился. Она будет под землей. Как пить дать. Значит, нужно где-то вход здесь искать. По идее. А вон, вон, вон вход. Два факела. Обычно это вход. Живой. Живой, живой, живой. Живой. Тихо. Что ты сделал? Зачем ты зацепился? Нет. Нет, нет, нет. Так. Вон он. Вон он, вон он, друзья. Стопудово это вход. Да, это вход. Здрасте. Ну шо ж. Против льда эффективен огонь. Она ведь ледяная будет. Ну, лилин ногт. 49 уровень. Должно быть ледяная. И если она ледяная, то мы ее победим. И если она не ледяная, то будут уже проблемки некоторые. Вероятно. Ну, давай. Опять мало места. Почему все жесткие боссы стали прятаться под землей? Возьмем винтовку. Она у нас демоническая. Да что ж ты будешь делать? Нам ледяная нужна. Зачем нам демоническая? Ну ладно. Мне не страшно. У меня есть и стегон. Поехали. Ну а стегон! Она током будет. Лед есть. Слушай, она лед использует. А вы говорите нет. Ну кто? Никто не говорил. Это я имею ввиду разработчики говорят, что она ледяная типа. Страшно. Ух ты. А что она меня-то лупит? Ну вот у нее ледяные атаки. Должны быть эффективны против того босса. По логике. Давай-давай, лупи ее. Лупи ее, стегон. Вообще провтыкал эту атаку. Провтыкал. А можно я не буду умирать? Я вот очень сильно не хочу умирать здесь. Я слишком много ошибок совершил. Она сейчас свою волну хочет сделать стопудово, да? Ну давай, делай волну свою. Класс! Просто! А что ты до этого ее не делала? А именно в тот момент, когда я вот просто хотел тебя развести на нее. Да и хватит меня атаковать! Больная! Так, нужен кто-то более злостный. На. С блазамутом дерись. Я умирать не хочу. А в меня, конечно, конечно. Конечно в меня, конечно. Угу. 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 Спасибо. Я тут просто до нее не долечу. Я умру от холода. Мне нужна какая-то одежда на время. Я до нее просто не долечу. Не смогу забрать свое тело. Блин. Нужно, нужно какую-то одежду сделать. Решил поспать перед тем, как идти туда, чтобы хп восстановить. Потому что без хп не хочу туда идти. Ну и надо как-то будет выживать. Итак, я снова у входа в этот ад. Давайте пробовать еще раз. Только нужно сперва до вещей добраться. Надеюсь, пока я до них добираюсь, она меня не убьет. Потому что у меня нищета, ничего нет. А если я умру второй раз, потеряю ли я вещи навсегда, как в Дарк Солсе? Ну, в смысле, там души, конечно, теряешь. А тут, возможно, вещи. Все, что нажито было непосильным трудом, я бы не хотел терять. Надо быстро добраться до вещей. Может быть, она не агрессивная? Если я на нее нападать не буду, она не нападет на меня. Давайте уберем палов. И мои вещи еще, как назло, на другом конце уровня лежат. Ёлы-палы. Попробую как-то вдоль стеночки аккуратно пройтись. Типа, меня здесь вообще нет. Я пришел с миром. Я никого не собираюсь обижать. Никого не собираюсь ловить. Просто я тут бегу. Как бы вот я... Вот он и я тут. Да, вот так вот раз. И все. Так, ну все, забрали. Только место... А что? А. Места не хватает, да, для всего? Куча яиц. Придется от чего-то избавиться. Где бутерброды, во-первых? Я не вижу бутербродов. Что, все бутерброды съели, что ли? А нет, вот они. Давай сделаем вот так. Ммм, класс. Я не могу переместить вещи. Ладно, придется избавиться тогда от яиц этих. Они вроде не особо высокого качества. А вот эти штуки я заберу. Так. Бронька. Бронька меховая. Зачем нам две? Давайте одну удалим. Дальше колечко, колечко. Сопротивление нам нужно. Чтобы еще выкинуть кожу, можно удалить. Кирку мы оставляем. Прицельный сферомет. Бесполезные вещи. Руками лучше кидаю, чем на него переключаться. Пока не буду им пользоваться. Ну и больше выкинуть на самом деле-то и нечего. Лук нам тоже нужен. Слиток полания один. Ну давай удалим, ладно. Жалко, конечно, ночью поделать. И вот это яйцо обычное. Ну как-то вот так. Место освободили. Вроде бы чем драться есть. Давайте винтовочку возьмем. Эту плюс вот эту. Арбалет тоже нужен. Ну, главное, чтобы она на меня не начала агриться опять. Че ты делаешь? Я разве просил тебя добывать камень? Проблема была в том, что она начала на меня нападать. Вместо того, чтобы драться с моим палом. Сколько урона Блазамут ей нанес? Пятьсот? Слушай, Блазамут ее прямо нормально так это. А, так Блазамут сейчас все сделает. Вот это я понимаю. Давай Блазамут. Не-не-не-не-не-не-не. Я-то тебе какое плохое зло сделал. Все, от меня отстань. Блазамут. Так он застрял, похоже. Давай-ка выходи, Блазамут. Вот невозможно ты... Именно у нее невозможно увернуться от атаки. Ты специально ее подпустить пытаешься. А она все равно достает. Очень подлая атака у нее. У других я понимаю, как бороться с этой атакой. На нее не попадаюсь уже. А вот именно у этой... Заразы. Именно у нее жестко. Блазамут. Драться будем сегодня, нет? Ну пуляй. Че? Попугала меня, попугала этой сферы и не пустила ее. Удивительно. По затылку давай. Блазамутик, Блазамутик, сделай дело. Блазамутик сильнейший, конечно. Блазамутик просто ультра-мега пал. Плохая, плохая. Плохая атака. Как от нее уворачиваться? Тоже непонятно. Блин, лилинок-то мощная. Я вам что хочу сказать? Она мощная. Так, давай-ка назад. Пытаемся ловить. Она мощная, друзья мои. И она очень-очень-очень мощная. И она нам нужна, такая красавица мощная. Ух ты. 107 хп у нее. 4 процента. Ну, я больше снять их хп не могу. До какого? Ловись. Ну, поймайся, пожалуйста. Я не могу больше в тебя стрелять. Ты же помрешь. Ты же не помрешь. Ты же не помрешь, лилинокт. Гуру диет. Ну, как бы ладно. Хрупкие кости. Ой, ну только не это. Дебаф. Ну, амулет жизни. Плюс 2. Ничего себе. А насколько хп увеличивается? Ого. Неплохо, я вам скажу, друзья. Неплохо. Очень неплохо. Ну, знаете. Вообще-то нормально. Один из ваших палов голоден. Где мои бутербродики? Вот они. Кушайте, кушайте, палы. Ну, а мы отправляемся домой, друзья. Вот я дома. И улов вроде как у нас неплохой на самом деле. Несколько мощнейших ребят поймали. Лилинокт. Шип бури. Дыхание холода. Кошмарная сфера. Что за хрупкие кости? Что они дают? Защита минус 20%. Плоховато. Плоховато. Так. Элфедран у нас. Лидер лесозаготовок. Хорошо будет добывать древесину. Но у нас с этим проблем и так нет. Сибеликс. Вода, тьма и лед. Неплохо. Оптимист. И рептира. Начальник рудника. Эффективность сбора увеличена. Неплохо тоже. Можно, наверное, будет его вызвать. Ну, знаете, нормально. Но, конечно, главное достижение это остегон. Хотя блазамут, конечно, гораздо круче. Ну и на этом, друзья, мы с вами остановимся. Надеюсь, вам понравился видос. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Удачи, пока. И счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok